Всем привет! С вами канал Морослайф. И сегодня мы в городе Пилзень с моим дружбаном Игорьком. Сегодня будет видео двух Игорьков. Поэтому говорим сегодня о заводе Rodenstock, на котором Игорь сейчас работает. Поэтому, ребятки, усаживаемся поудобнее, поддерживая наши видео лайками, мы начинаем. Приветствую. Привет. Рад тебе. Да, взаимно тоже. Мы с Игорем работали ранее на Идеале, вместе на одном заводе, там и познакомились, в принципе. Игорь, расскажи вообще, как попал на этот завод, на Радушинок. Я понимаю, что по моей рекомендации, да, не будем тут скрывать. Сам позвонил, выручил, то есть в этом плане, что предложил тебе вакансию. Поехал. Расскажи, как вообще проходила процедура документов, потому что многие зрители не знают, как вообще это все происходит. То есть как предоставлялся пакет документов, что ты платил сам, что не сам и так далее. Обратился к тебе. Спустя 2-3 месяца делались документы, я их ждал, они пришли по новой почте. Я их забрал, поехал в Киев, зашел в визовый центр, заплатил визовый сбор 12 евро или долларов. Ну это, наверное, ты 12 евро заплатил еще поначалу, то есть поставил на регистрацию. Поначалу, да, в Идеабанке. Сейчас, ребят, идет там либо Идея, либо Кредо Банк, можно оплачивать карточкой, всю информацию изучаете на сайте визового центра, в FS Global, там все полностью рассказано, что и как. То есть ты, получается, оплатил все эти сборы и поехал в визовый центр уже на определенную дату тебе назначили. Да, они назначили дату, то есть я приехал, подался на документы, там отпечатки пальцев, официальный сбор и все получается. И ждал уже, когда мне назначено на числа, когда уже можно выезжать, когда будет открыто. Ну короче, виза когда будет, я понял. А скажи, пожалуйста, вот эти страховки, там все же, анкеты, это все тоже покупал отдельно за свои деньги. Это все, получается, да, я сам это все делал, приехал, получается, в визовый центр, там из визового центра я уже нашел людей, которые мне помогли, то есть и со страховкой, и то есть с переводами, со всеми документами, с заполнением. Короче, все там есть, если что. Да, у кого это есть. Ребят, это опять же, кому надо, я уже говорил миллион раз вам и в сообщениях отвечал, что все это есть, все работает, сами можете это не проблема сделать. Дорогая вообще страховка была? 500, что-то 600 гривен вообще, то есть, ну, минимально, то есть ничего сложного не было, тоже сначала, в принципе, переживал, потом в итоге приехал, вот, смотрю, там люди сами начали подходить, предлагать услуги, как бы, начало было немного, ну, стрёмно, как бы, то, что тоже все подходят. Геню сейчас, да, 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 то есть, ну, привыкли постоянно к такому, но все было нормально, процессе все объяснили, все сделали, все четко, по факту деньги дал, то есть, ну, и все было классно, ну, ничего сложного. Круто, после получения визы, ну, прошло, я так понимаю, где-то в районе, там, 70 дней, да, 70 дней, плюс-минус? Да, где-то так. Получил визу, то есть, у тебя, получается, срок визы был, на сколько дней открыт? На 90. То есть, 90 дней? Да, 90 дней. То есть, никакого там кидала со стороны фирмы не было, что, типа, знаешь, там, документы пришли не вовремя, там, либо еще что-то, то есть, тут все успели, все нормально? Все классно, повещали, смс, когда, что, когда, где, то есть, ну, с этим вообще проблем не было, все было хорошо. Ну, супер. Дальше что? Куда потом? Билет, автобус, самолет? Да, ну, думал из самолета, но в итоге нашел, пошел сначала там через СВД, через Босфор, искал, но в итоге поехал через Рега Бос. Ага. То есть, ты, если приедешь, будешь работать здесь по безвизу, попадешь под депортацию, если тебя поймают на работе. То есть, это все реально. А там уже, конечно, на свой страх риск. Но правила нет, да тесты все те остались, кто не вакцинирован. А сюда уже по приезду приезжаете, опять же, сдаете, проходите самоизоляцию, кстати, сейчас мы с Игорем это все обсудим. И уже сдаете повторный тест, который фирма, как правило, оплачивает вам. У тебя то же самое, да? Да, да. То есть, с первой зарплаты, так понимаю, снимала, да? Да, они снялись с первой зарплаты. То есть, приехал буквально дней 5-6 я посидел в самоизоляции. И потом нас сыграли в группу, то есть, повезли. Мы все быстренько сделали тест. На следующий день уже были известны результаты. И мы уже там сразу поехали на завод. То есть, ну... Кстати, ты ехал на какой завод? Потому что у нас название Rodenstock, а я знаю, что ты ехал не на Rodenstock. Это 100%. Да, я ехал на завод вообще Lyr. То есть, там 160 крон, там хорошие условия, как мне говорят. То есть, я вообще ехал туда, но в итоге я приехал, мне сказали, что на Lyr набора нет. И, то есть, предложили другую перечень вариантов. Там Альфмайер, Дайникен, также Дайкин, Panasonic, Rudenstock, Fujikoin. То есть, предложили много вариантов, там я уже рассматривал. И в итоге я выбрал Альфмайер. Но получилось так, что я туда пришел, буквально 4-5 смен. И я был недоволен. Ну как, я посчитал, я просто чуть-чуть поспешил с выбора. Да, то есть, как бы ты заходишь, все хотят быстрее куда-то. Ну понятно, а душу ты теряешь дни, да. Да, да, и ты хочешь быстрее. В итоге я пришел, отработал, посчитал и понял, что надо поменять. Обратился в агентуру, получается, в агентство. И там мне уже помогли перевестись на другой завод. Получилось на Rudenstock. И, в принципе, я очень доволен. Ну, то есть, по сравнению с Альфмайером, там намного лучше. Не, ну, конечно, потому что это мне оплата выше. Но я знаю, что на Rudenstock тяжело попасть. Почему я как бы удивился, когда мы с тобой уже созванивались и планировали, допустим, это видео снимать. Что думал ехать снимать Лир. А в реальности получилось, что ты на Альфмайере, потом уже на Rudenstock, думаю, вообще, что происходит. Такие отменяешь локации. Но самое главное, что ты доволен. И условия фирма, как бы, тоже, по сути, выполнила. Потому что оплата там на лире 140-160 плюс минус, в зависимости от условий. На Rudenstock и 150, как бы, да, и ты уже, в принципе, на одном уровне. Ну, да, ну, или средне, как мы под этот. Да, окей. Давай тогда более подробно расскажи, пожалуйста, о этом заводе, о Rudenstock. Ты приехал, первые дни твои. Альфмайер мы не берем, потому что смысла нам про него рассказывать нет. Там эти 2-3 дня ты поработал всего-навсего. А вот Rudenstock реально очень интересно, потому что многие интересуются этим заводом. Многие хотят туда попасть. Это очень заманчивое и крутое предложение. Так ли все просто там на этом заводе? Ну, с одной стороны, да. С другой, нет. Сюда есть 2 медали, так, ну, как, где стороны медали, так сказать. Получается... Ну, ты приехал первый день. Первый день, ну, перед ним же тесты еще были. Я же еще не сразу туда и попал, кстати. Вот, а ну, об этом поподробнее, тесты. Это, кстати, важно. Да, то есть было где-то буквально 30-35 человек. Мы все поехали сдавать тесты перед тем, как на завод. То есть мы приехали на завод, и у нас там было 4 разных процесса. Один процесс надо было по кругу обрезать линзу аккуратно. Второй там выставить цифры, которые нужно было прибавить, там, ну, целых 5 десятых. Типа диоптрии какие-то там, да? Да-да-да, что-то в этом роде. И нужно было взять аккуратненько линзу, не запачкать ее своими отпечатками пальцев и аккуратненько вставить линзу. Не так, а, да? Да, то есть не так было. Так, так. То есть и были такие, конечно, люди, которые не прошли, у них не получилось. То есть многие из-за нервов, кто-то из-за того, что он, ну, то есть, ну, не то его. Не его, да? То есть надо какая-то, да, грубая работа. Там, то есть более аккуратно. Потому что тоже стеклышко уронишь, разобьется. Ну, естественно. И это никому не надо. Там все немцы, то есть они за этим следят. Поэтому, может, где-то, ну, процентов 5, ну, там, 10 максимум у нас отсеяли от группы. Ну, а остальные прошли и на следующий день перевезли на завод, все показали. Сначала меня поставили на один процесс. Ну, получается, меня поставили в чистый цех. Там есть разные цеха. То есть у всех разные цвета. То есть у меня чистый цех – это белые. Есть там моющий цех, синие. Еще там тоже перед ними, еще мойка желтая. То есть разные цеха. Мне, то есть, так сказать, повезло, потому что в белом хочу, там, в чистеньком. Вот. И, получается, поставили на один процесс. Я поработал на нем один день. И потом меня перевели, потому что там, ну, другой график я себе взял. И на другом уже процессе, то есть такая коробочка, и там есть как 4 таких металлических веера с дырочками. И тебе нужно просто взять кольца под определенным размером, то есть у тебя есть список накладная, и там 4 ряда. Короче, это как шаблот, по которому ты работаешь, да? Да, ты просто видишь цифры, например, 20 дырок, и у тебя в каждой дырочке написана цифра. Ты находишь эту цифру и встараешь в эту дырочку. То есть есть там и плюсы, и минусы, то есть не так все легко, то есть я поначалу... Да, ну понятно, что сначала, когда он пришел, наверное, был в шоке, какие-то дырочки какие-то, что с ними делать, куда шаттыкать? Да, и так же самое, то есть у нас хотя бы есть какая-то последовательность в номерах, у них ее нету. То есть у тебя справа-слева, и они все в разброс, и ты не можешь запомнить. И ты, то есть, ну, поначалу было тяжело, но уже свыкся, все нормально, норму делают, там мистера хвалят, говорят, вообще бомба. То есть а норма есть, да, на этом заводе? Есть норма, то есть было такое, что людей ставят на процесс, он первый день не делает норму, второй день не делает норму, хотя работа, ну, то есть не такая сложная. Но почему-то у человека не получается, и его уже как бы дают ему возможность исправиться, дают ему другой процесс, и если он там уже не получается, то его уволняют. То есть были и такие. Короче, да, я понял, там текучка тоже как бы есть. Есть, да, да, да. Потому что если не справляешься... Ребят, это тоже очень важно, видите, то, что я вам говорил, то есть те вакансии, за которые платят хорошие деньги, там нужно хорошо работать. Соответственно, делать нормы и делать, опять же, выполнение планов, и не только успевать просто. Не так, что там, знаете, приехали в развалочку, и тут давайте мне 150, я нихрена тут делать не буду, а вы мне все равно платите. Такого не будет. Для таких есть попроще вакансии, там тот же Panasonic, да, Викин, там по 110 крон, 120 крон в час, там можно проще ходить, там в развалочку, можно так сказать. Вот. Ну, опять же, на любой работе нужно работать. Окей. Скажи, пожалуйста, график какой вообще работы на этом заводе? График в основном по 8 часов, то есть возможные предчасы, но тоже все зависит от того, куда тебя поставят, какой у тебя будет мастер, как ты покажешь себя. То есть, если ты будешь реально работать, то есть, например, взять, например, у меня девочка, с которой я работаю, соседка, она получается, то есть сразу пошла, буквально через неделю ее поставили на 2-годичный процесс. Потому что она, я не, то есть, ну, я там... Что такое 2-годичный процесс? То есть, есть процессы простые для 3-месячников, которые, ну, как у меня. То есть, я пришел, я не хотел, ну, то есть, я знаю, что всем платят одинаково, и я не хочу перенапрягаться. То есть, я стал четко, я все сделал, я делаю свою норму, все классно. А она, такой человек, она активная, и она, то есть, я не могу, я хочу работать, и она, то есть, буквально за неделю уже начинает делать то, что делать 2-годичники, а 3-месячников не ставит. Ага, то есть, короче, идет разделение, да, получается, на все-таки? Да, есть такое, потому что, ну, там уже процесс надо больше тратить и энергии, надо быть, ну, там и понимать, и чешский, там уже и с компьютером работать, то есть, там уже посложнее. То есть, она, например, там, то есть, ей дают и предчасы, и так же самое, там, суббота, все не оплачиваются там отдельно. Ну, то есть, там уже, смотря с кем ты работаешь, на какой агентуре, на каких условиях, то есть, у всех свои, то есть, условия так, в основном, по 8 часов, ну, возможно, и 3 часы, если будешь хорошо работать. Если, короче, ты активный, хочешь работать, понимаешь, а еще есть преимущество владения языком чешским, то пытай мимо, да? То есть, можно спокойно побить. Да, совершенно верно, так оно и есть, да. Ну, то, что и говорилось уже неоднократно в наших видео и в наших эфирах, что, ребята, ну, нужно хотя бы что-то более-менее знать, то есть, на высокооплаченных работах будут уже другие условия и требования от вас тоже будут другие. Соответственно, нужно просто развиваться и понимать, ради чего ты работаешь. Хорошо, а скажи, пожалуйста, что вообще по жилью, как условия жилья, вот ты приехал, я знаю, что изменились условия проживания по стоимости, потому что была сначала заявлена цена, там, 4,5. Тысяча крон за месяц, а потом чуть-чуть изменилась, я так понимаю, что там что-то подорожал свет или что-то такое. Да, получается, есть разные формат комнаты, то есть, есть один коридор и две комнаты для семейных пар, есть, например, двухместные простые, так же самое есть, например, простые номера по 150 для семейных пар и для соседей. По 150 крон в сутки, это так дополнительно? 150 крон в сутки. И есть также самое по 180, то есть, там, где по 180, например, там есть микроволновка, там больше холодильник, то есть, более как удобство и там мебель получше, то есть, ну, вот такие вот. Ага, то есть, более новая мебель и более улучшенные условия дороже. Да. А если там, допустим, чуть хуже условия, то там уже будет чуть подешевле, да? Да, без микроволновки, без, там, той же, не знаю, там, чайника. А что там получается, ты жил там за 150 крон в сутки? Да. Что там в сутки? Ну, я сейчас как живу, ну, как, ну, как, повысили цены, но я переселился, потому что, ну. Я понял, я понял. Что, что вот в твоем жилье, что есть из такого, из бытовых приборов? Чайник есть? Нет. Чайник где-то никак. Говорите, ничего нет, да? Нет, ничего, есть плита хорошая, которая, ну, не всегда воспринимает ту посуду, которую ты покупаешь или берешь с собой. То есть, есть такой нюансик, вот, а так, по сути, ну, то есть, плита, то есть, кухня, не знаю, душ, туалет, ну, то есть, все как по стандарту, то есть, все, что тебе нужно, тебе приходится все-таки брать с собой. То есть, ну, посуды такого всего нет. Ну, так как мы там ехали на идеал, грубо говоря, брали с собой, там, те же сковородки, там, кастрюльки, ну, чайник, я помню, у нас там был один-единственный на кухне, там, тут. Ну, да. Вот, то тут, в принципе, все по минимуму, по минимуму, короче, нет дополнительных, так сказать, бонусных роскостей, да, типа микроволновки. Ну, да, это, может, если соседи кто-то есть, что-то оставят, там, роутер или что-то, знаешь, как чайник, то они попользовались, потому что тоже все приезжают, в основном, ну, там, на три месяца. Ну, да, я согласен. То есть, приехали, уехали, и поэтому, как бы, так. Ну, Wi-Fi есть хоть там интернет? Есть, но первый месяц была проблема, да, и сейчас, то есть, смотря в разных, то есть, например, обитовня, и, то есть, в разных корпусах по-разному ловят. Вот, и тоже, кто-то жалуется, кто-то покупает себе роутер, и уже Wi-Fi лучше, кто-то нет, то есть, ну, кто-то выходит, общается, там, с Макдональдса, потому что он рядом, то есть, ну, у нас, слава богу, роутер, и, слава богу, это очень хорошо. Ну, а выбор вообще жилья есть? Ты можешь выбрать жилье, допустим, жить в дороже жилье, либо жить в похуже жилье, или куда заселили, туда заселили? Все зависит от заезда, то есть, когда я приехал, было много свободно, то есть, мне предложили две, я мог в своей обитовне, и мог еще там, где агентура, получается, в обитовне, там есть две, то есть, там, например, Wi-Fi лучше, и ты, то есть, сразу спустишься на первый этаж, у тебя агентство, то есть, если надо пообщаться, то есть, вообще шикарно. Вот, то есть, меня заселили в одну обитовню, там, получается, буквально где-то недели-две я пожил по 150, потом мне сказали, что сумма повышается, и уже сделали по 180, то, что у меня было по 150, потому что там перестройки, седьмой этаж ремонтируют, ну, то есть, всякие нюансы. То есть, мне предложили переехать на другую обитовню, сказали, если ты хочешь платить 150, ты можешь переехать на другую, ну, я, то есть, отказался, потому что, ну, как бы, уже познакомился с ребятами, ну, сам знаешь. Ну, понятно, понятно, да. Разобщался и остался здесь, но сейчас, как бы, уже тоже цены, да, как ты и сказал, по поводу, что есть или за цвета, я не уточнял, там низкая бы табличка. Ну, да, мы созванивались, списывались, нам говорили, что подорожание будет, поэтому указал цены от 4,5 тысяч, в зависимости от того, куда попадете, в какой заезд, будет выбор, не будет выбора, чтобы мы тоже могли понимать, что жилье чуть дороже, потому что электричество дорожает, коммунальное дорожает, это, ну, не секрет, выдумывать ничего не будет, и врачи тоже не будут. Поэтому задача предоставить полностью всю информацию, как есть, поэтому тут уже решение ваше, ехать, не ехать, ну, вот так вот. Так, Игорян, не прячься, иди показывай жилье, пошли. Идем показывать вам жилищные условия Игоря. Ну, в принципе, общежитие знакомо уже, ребятки, показывали это. Пойдем. Так, мы уже на этаже у Игоря. Сейчас идем, покажем жилишко. Так, погнали, ребятки. Значит, условия проживания. Это на что? Это ванна. Ванна. Туалет. Туалет. Комната одна, комната вторая. Так, комната одна. Ну, бардак мы не будем снимать, мы просто покажем. Да, вот это движим. Покажем. Да, так, комната. Что, получается, плитка, да, грубо говоря, там сковородки, это уже все там сами брали. Стол, стулья. И, по сути, вот, я так и сильно... Холодильник есть, да? Да. Холодильник есть. Там полочки. Это шкаф-купе, по идее. Тогда шкаф-купе вот здесь. И кровать одна, кровать вторая. Ну, супер. Что еще надо, по сути? Ну, понятно, что там уже чайника, микроволновки не хватает такого плана, но... Игоря, спасибо тебе. Супер. Ну, сейчас минималка, по-моему, уже 160-165 стала, так же, как и у меня. Хорошо, что, возвращаемся к заводу, как вообще там обеды, перекуры, поскольку считают смены, вот, допустим, 8 часов у тебя смена, а сколько тебе засчитывает смены? Засчитывают 7,5, 7,5, да. Полчаса обед? Да, получается, есть первая пауза 15 минут, и потом есть, получается, обед, и все. Либо ты ходишь, обед полчаса, то есть 15 и полчаса, либо ты раскидываешь себе 15, 15, 15, 15. Ага, короче, в сумме у тебя 45 минут за 8 часов получается, полчаса можешь рассказать и по 15 минут, и типа 3 по 15 сделаешь, да, а 15 минут тебе дарят подарок. Ну, как бы да, но бывает еще какой процесс, то есть может еще и четвертый, то есть еще четвертый могут быть 15 минут. Есть процессы, например, что люди выходят каждый час, у них, то есть, словно через час они могут себе делать перерывы. А есть процессы, например, что ты не можешь выйти, например, даже на обед, потому что, например, первые 4 часа у тебя будут забиты, и ты не сможешь уйти вообще. Ну, это все зависит от позиции, на которой ты стоишь. Да, куда тебя поставят. А, кстати, работа стоя или сидя, потому что у меня, я скажу, что есть разные позиции, да? Да, есть так же самое и стоячая, и сидячая, то есть, ну, у меня стоячая, как бы сидячая, это уже для тех, ну, как бы тоже, как двух годишников, которые уже много, то есть, там они уже аккуратно. С линзами работают, сидят, вычищают, полностью проверяют, контролируют уже. Это зоны чистоты, да, какие-то там получается? Да, это как почти последний уже процесс, что уже все процессы эмоеки прошло, и уже женщины сидят, получается, девушки, мужчины, в основном, женщины. И там уже до мельчайших, не знаю, крошечек, они там все вычищают, чтобы все было хорошо. Вылизывают. Да, то есть они там вообще. Это уже на отправку, так понимаем. Да, да, да. Ну что, друзья, мы продолжаем. Мы тут чуть-чуть, конечно, попали под дождь, поэтому с вас лайки по-любому, потому что реально промокли, как собаки, блин. Но закончим видео, потому что нужно все-таки рассказывать. Игорек, скажи, пожалуйста, реально поделись своим мнением. Вообще по зарплате есть какие-то кидаловы со стороны агентуры? Обманули, не обманули? Ты, например, получил одну зарплату? То есть по твоим расчетам, подсчетам все прозрачно, чисто или есть обман какой-то? Обмана никакого нету. Все как надо, все четко. То есть отработал 10 смен, пришел мне, показали полностью расписку, что за что забирали там. Ну, то есть вышли за жилье, за тест и все. А так все в остальном сошлось копейка к копейке, ну, то есть все классно. В этом я доволен вообще. А оплата, кстати, как идет, наличка идет или на карту? На карту месяц отработал, каждый месяц в 20 числа тебе дается зарплата. Месяц отработал и получил на следующий месяц. То есть на карточку идет зарплата, а потом при том, как уедешь в Украину, рассказывали, как кому подойти, как закрыть эту карточку, чтобы там не капала пеня. Надо будет поинтересоваться, все это узнать. Ну, как бы знаю, да. На будущее, скажи, тебе к куратору нужно подойти, просто пообщаться. Координатор, да, который тебя комбинирует. То есть сказать, что вот я уезжаю, получу зарплату, потом ты написать ему там либо на e-mail, либо на Viber, там что ты закрываешь, там заявление, короче, пишется. Понял, спасибо. Все, это очень тоже важно, ребят, да. Для тех, кто будет тоже ехать, зарплата идет на карточку. То есть все прозрачно, легально, без всяких там наличных схем и так далее. Хотя авансы дают наличку через СССР. Ну, пока нету карты, дают налички, но когда появляется карта, то дают на карту. Если людей сильно много и к тебе не пришел аванс, то есть ты говоришь на агентуру, звонишь к координатору, он тебе сразу приезжает, то есть или ты приходишь, вот тебе дают аванс. С этим проблем нет. Скажи, пожалуйста, если сравнивать вот эту работу, на которой ты сейчас работаешь, с твоей первой работой в Чехии, идеалом, да, на которой мы работали все вместе, то есть в реальности легче, тяжелее, по твоему мнению? Там разница так колоссальная весомая, потому что там, то есть надо было, были процессы, ты помнишь, там и со стекловатой, то есть и тяжелые, и мужские процессы, и женские, как-то разделялось. А тут, то есть все процессы, если сравнивать, как там женские, то есть аккуратно, ты стоишь, не спеша, то есть главное не скорость, а главное качество. То есть ты должен не спеша, аккуратненько взять так эту линзу, чтобы ты ее не залапал, ничего не было, то есть... Так что я скажу, что легче, намного легче, но надо быть аккуратным, то есть нельзя спешить и надо сделать все постепенно, но легче, намного легче. Не понял. Ну, а скажи, по поводу самой вообще поездки, по поводу самой фирмы, по поводу агентуры, то есть стоит ехать на эту фирму, не стоит? По-моему, мне не да, стоит, потому что, то есть как бы первый раз, есть и свои плюсы, и минусы, как всегда, то есть, ну... Давай, плюсы. Плюсы тоже, зарплата, зарплата и, как бы, например, не знаю, как с кем, но то есть мои проблемы, которые были у меня, возникали какие-то вопросы, я звонил координатору, обращался в агентство, то есть мне все помогали, все постепенно, поэтапно, мне все рассказывали. Такой, наверное, плюс. То есть, если сравнивать с идеалом, то там, например, зарплата была меньше, но было бесплатное жилье. Но здесь жилье, я бы сказал, даже лучше, чем там, ну, то есть на порядок. Если вспомнить тут парк-отель только. Да, то есть тут лучше и жилье, и зарплата, и, то есть, ну, я не пожалел, и, то есть, ну, стоит все-таки поехать, и можно спокойно, то есть, ну, нормально кушать и нормально отлаживать деньги, нормальные часы, то есть по 8 часов, это не по 12, то есть ты и успеваешь отдохнуть, и, то есть, ну, приходишь активно работать. И видишь еще вокруг себя жизнь, наверное, как будто. Конечно, да, по-друге, в фестивале. Ну, опять же, понятно, что это уже у каждого, наверное, свое будет мнение, в любом случае. У каждого будет свой опыт, потому что кто-то приезжает сюда работать, бомбить, там, по 300 часов в месяц. Да, я знаю. Хотя, опять же, это, наверное, не те варианты, которые дадут тут 300 часов, потому что тут реально все нормировано, минимум по 165, ну, плюс какие-то причесы. Опять же, зависит от того, как ты себя покажешь, правильно? Конечно, да. Потому что, опять же, судя по твоему рассказу, какая-то девочка, которая приехала на 3 месяца, уже работает на позициях, где работают двухгодичники, и, по сути, я так понимаю, что зарабатывает, наверное, чуть-чуть больше, чем ты, допустим. Это да. То есть, да, у него как бы, да, больше, ну, да, у него больше бонус, что она, если подойдет, попросит при час, то ее и дадут, потому что она знает те процессы, которых я не знаю. Это тоже, ребят, важно, то есть, когда приезжаете на какие-то позиции, на какие-то заводы, и не просто ходить, там, вот так вот, просто я приехал, и вы мне должны здесь тоже дать работу, потому что я приехал. Нет, приехали, покажите себя, чтобы вас увидели и поняли, что вы достойный той зарплаты, которую здесь платят, либо достойный дополнительных часов и так дальше. То есть, это очень-очень важно. Игорян, тебе огромное спасибо, мы сегодня с тобой попали под такую погоду жестякую, вообще, в эти дожди. Ну, ничего страшного, я думаю, наши зрители оценят твой рассказ, твой опыт. Я думаю, они не скупятся поставить нам лайки, поэтому ставим лайки. Не забывайте, опять же, подписываться на канал, пишите свое мнение, делитесь комментариями, кто работал на этом заводе, кто работал на аналогичных заводах, пишите, делитесь, что и как. Ну, а мы уже увидимся с вами в следующих выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Счастливо.